Резу Резу я знаю с детских лет. Он вырос у меня на глазах, учился в школе, учился в институте, женился. Мы присутствовали на всех его мероприятиях. У него уже трое детей малолетних, жена в ожидании четвертого сына. И эти моменты можно рассказать о всех наших братьях, которые уже в заключении. И то, что обвиняют их в терроризме, это не укладывается в разумах. В Верховном суде Республики Крым закончилось апелляционное рассмотрение жалобы защиты на меру пресечения в виде заключения под стражу Амерова Резу янверовича. Такое решение Верховного суда, в принципе, было прогнозируемо. Поскольку решение суда первой инстанции, Киевского суда, было фактически на одной странице. И там было написано, что только тяжесть предъявленного обвинения является основанием для заключения под стражу. Только это. При этом суд привел данные следствия, где было приведено, что Амеров имеет семью, троих малолетних детей, жена находится в состоянии беременности, постоянное место жительства, он несудим, работает. По большому счету суд первой инстанции привел все основания, которые препятствуют заключению под стражу либо применению вот такой меры пресечения, которая является самой строгой. В плену Верховного суда руководящие разъяснения его говорят о том, что одна лишь тяжесть предъявленного обвинения не может быть являться основанием для заключения под стражу. То есть надо рассматривать в совокупности все данные, все сведения о личности лица, которое представлено на арест. По мнению защиты, законных оснований для заключения под стражу Реза Инверовича нет. Все было сделано в один день. Задержан подозреваемый, обвиняемый, суд, арест. В то же время указано, что он вел якобы эту деятельность в этой организации несколько лет. Ну а почему несколько лет назад бы не задержать его? Правильно? Человек работал, находился в постоянном месте жительства, его знает половину этого населенного пункта Белогорска. Наверное, надо было раньше задержать и пресечь эту деятельность, если она действительно была. Общаясь с своим подзащитным, но я не первый год работаю, не создается впечатление, что это то лицо, которому предъявлено вот такое обвинение. Я никогда не задаю вопрос своим клиентам, совершал, либо ты не совершал преступление. Это не является адвокатским вопросом. Даже когда клиент пытается рассказать об этом. Вообще, это сведения эти составляют адвокатскую тайну. Но по опыту, по опыту общения с Амеровым, не создается впечатление, что вот он является участником вот этой именно организации. Причем активным участником этой организации. При наличии троих малолетних детей, родителей престолелых, работы. Ну, когда заниматься на самом деле? Ну, у меня глубокие сомнения. И задача защиты как раз вот доказать обратное. То есть опровергнуть все доводы, которые будут предложены органами предварительного расследования. Благодарю. У меня все.